Прогуляться по тенистам аллеям парка, зайти в каждое здание, буквально пропитанное историей. Теперь на карте Видного появилась новая точка притяжения – возрожденная усадьба Тимохова-Салазкина. Торжественное открытие архитектурного памятника посетили почетные гости, среди которых начальник главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская и глава Ленинского района Валерий Венцель. Сегодня очень важное событие, праздничное событие, когда мы получили вот такой замечательный объект, благоустроенный в первую очередь, с хорошей, замечательной историей. Город начинается с усадьбы. Это наша самая основная забота и задача, чтобы во всех уголках Ленинского муниципального района, тем более имея такие замечательные исторические традиции, появлялись новые благоустроенные места. Кульминацией торжественной части стало, конечно же, перерезание красной ленты и появление на сцене символических часов, которые начали отчет новой жизни Тимохова-Салазкина. Я предлагаю, чтобы эти часы висели на самом видном месте, чтобы можно было видеть время, когда входишь или въезжаешь в эту усадьбу. Процесс реставрации занял порядка двух лет. Все девять зданий, расположенные на территории, восстановлены, а два из них уже открыты для посетителей. По словам Валерии Березовской, работы по обновлению выполнены бережно и с любовью. Подход к реставрации на данной конкретной усадьбе, он именно выполнен правильно с научной точки зрения. Даже те объекты, которые в результате реставрации были приспособлены под современное использование, вот мы в частности видим это ресторан семейной традиции, все сделано с точки зрения сохранения объектов культурного наследия. Нет никаких нареканий и у краеведов, людей, которые знают здесь каждый уголок. Мои впечатления очень хорошие, потому что внешне созданы те здания, те помещения, которые мы видели на картинах, на рисунках, и конюшня, пекарня. Празднования, приуроченные к открытию усадьбы, продолжались целый день. Стилизованные интерактивные зоны, веселый концерт, самые разнообразные мастер-классы – это лишь часть программы торжества. Можно было и лично своими руками украсить территорию. Так Вероника Палицына сделала хендмейт-скворечник. Мне очень много рассказывали родители про это место, и мне очень хотелось наконец-то сюда попасть. Я бы хотела, чтобы скворечник украсил это место, чтобы он висел где-то здесь, на дереве, например. Все гости и посетители обновленной усадьбы были под впечатлением от увиденного и выразили надежду, что эта территория станет жемчужиной нашего города и района. Очень важно, чтобы исторические объекты, которые еще остались, наследие наше, чтобы оно восстанавливалось, чтобы дети наши знали историю. Не в интернетах сидели, а вот так ходили и смотрели. Приятно подняться из нашего дома и прогуляться здесь. Все нравится, дорожки обустроены, тротуары. И детская площадка, вот сейчас куда идем. У меня вообще корни как раз отсюда. У меня прабабушка и прадедушка были людьми барина Расторгуева. Ходим, смотрим, фотографируемся, зашли в каждый домик, посмотрели. Очень хорошо, конечно. Есть куда детям прийти, есть куда людям старшего возраста прийти. Вообще хорошая зона, хорошая вообще идея. Просто очень я одобряю. Усадьба Тима Хвасаласкин открыта посещению с 9 утра до 23 часов вечера. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин. Видное ТВ.